и установка на пусковой стол. Затем добавляется вторая ступень Zephyr-23, и разместилась горизонтально. Потом мы видим также, как это переводится в вертикальное положение. Процедура та же для третьей ступени Zephyr-9, которая прикрепляется промежуточной юбкой, и после чего устанавливается четвертая ступень по названию AUM на самой верхушке ракеты-носителя. Казу САТ-1 прибыл во французскую грузовым самолетом. Он поступил из чистых залов Airbus Defence Spice из Тулузы, а также прошел испытания, и 11 апреля его поместили в контейнер. для того, чтобы заполнить топливом. Затем работа над этими элементами ракеты-носителя позволит сделать это так, чтобы подготовить ракету к полете. И спутник должен быть защищен. Для этого устанавливается обтекатель. Когда все это закончено, все это ночью переводится на пусковую площадку. Потом заполняется AWM, жидким ракетным топливом, и все готово. Джошуа перейдет в кабину. Считанные минуты остались до запуска первого казахстанского спутника дистанционного зондирования Земли КАЗ-ЭОСАТ-1. Итак, напомню, первый казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли изготовлен по заказу КАЗ-космоса французской компании Airbus Defense & Space. Спутник предназначен для предоставления полного спектра услуг дистанционного зондирования Земли. С его помощью можно получать снимки территории Республики Казахстан, а также других участков Земли в целях мониторинга, предотвращения стихийных бедствий, проведения земельного кадастра, картографирования для обеспечения оборонной безопасности страны. Выведет спутник на солнечно-синхронную орбиту европейский ракетоноситель Вега. Отмечу, что контракт на поставку правительства Казахстана космической системы дистанционного зондирования Земли был подписан еще в 2009 году. В состав спутника входит два космических аппарата высокого и среднего пространственного разрешения, а также наземный целевой комплекс и наземный комплекс управления космическими аппаратами ДЗЗ, это дистанционного зондирования Земли. Он расположен в городе Астана. ...спутника на орбиту. Останется 10 минут, будут просчитаны, потом мы вернемся. Внимание! Последнее! 10, 9, 8, 6, 7, 4, 3, 2, 1, ТОП, АЛИМАШ П-80, ДЭКОЛАЖЕ. ... Итак, мы только что наблюдали отрыв ракеты-носителя от Земли. Уже через несколько минут отделится первая ступень. Впрочем, главный этап начнется примерно минут через 55. Спутник выведут на орбиту. В рамках казахстанско-французского контракта 50 казахстанских инженеров прошли полный курс практической стажировки во Франции и Великобритании. Именно они будут автономно управлять спутником и отрабатывать космические снимки в новом здании наземного комплекса управления спутников. К слову, во время полета также будут отображаться снимки с кабинета управления Юпитер в Куру. И несколько видеосюжетов, например, о стыковке ракеты-носителя Вега и спутника КЗО САТ-1 в Куру. А уже после можно будет увидеть все это на экранах ваших телевизоров. КЗО САТ-1 КЗО САТ-1 предоставит Казахстану снимки для обработки внешними пользователями и применения в большом диапазоне гражданских приложений, таких как мониторинг природных и сельхозресурсов, предоставление картографических данных, приложение систем безопасности, поддержки спасательных операций в случае стихийных бедствий. Как и большинство спутников зондирования Земли, КЗО САТ-1 будет выведен на гелиосинхронную орбиту, а полный оборот вокруг Земли будет совершаться им примерно за 1 час 40 минут. Эта орбита проходит над полюсами Земли, позволяя спутнику пролетать над любой точкой мира в течение нескольких дней. Настоящие траектории, если они совпадают, значит все происходит правильно, все в порядке и Вега движется по правильной траектории, направляясь на север. Авиа, итальянская фирма, ответственна за производство сборки и тестирование второй и третьей ступени. Они производятся в Калифера, около Рима, и, так и первая ступень, они загружаются твердым ракетным топливом. Они не очень отличаются от разгонных блоков Арианы, потому что они примерно такого же диаметра. Теперь, через 20 секунд состоится отделение второй ступени. Те же устройства Арианы-5 и также топливное предприятие используются для первой ступени Веги. Сопло этой ступени также сделано по образу и подобию разгонных блоков Арианы. Теперь вторая ступень отделилась и сейчас переходит все к третьей ступени. Зажигание третьей ступени произошло. З9 называется третья ступень. Потом будет также освобождаться обтекатель, который состоит из двух полусфер. Он предназначен для того, чтобы защищать спутник. В его изготовлении участвовали итальянские, испанские, германские, бельгийские, французские, швейцарские, украинские и шведские фирмы. Все идет по расписанию, все в порядке. Сейчас вы посмотрите фильм о главном подрядчике Арио. Субтитры создавал DimaTorzok